Прошло пять месяцев, ты один из самых измученных, можно так сказать, лидер региональный, когда вот такие мероприятия всегда в вашей церкви. Как для тебя вот эта подготовка была? Какие трудности были, какие благословения? Ну, для начала хотел бы со Сенем поздороваться, кто будет смотреть этот интервью. Ну, в принципе, мы уже привыкли, да. С 2012 года, как я лидер молодежи в этой церкви, все конференции, которые проходят, молодежного масштаба, да, они все, естественно, происходят, и мне постоянно нужно, то есть, когда они проходят в нашей церкви, мне постоянно нужно быть в работе, в деле, и эта конференция не исключение. Чем ты занимался в процессе приготовления? Какие твои задачи были? Ну, несколько задач. Первое, естественно, это подготовить здание, да, у нас в связи с тем, что было, планировалось, да, 1700 участников, мы подготавливали зал, доносили стулья, готовили хор там больше, готовили классы для того, чтобы там проводились уроки, те, которые проходят каждый день. Нужно было установить палатки во дворе, подготовить все эти палатки, столы для еды и так далее. Ну, и, естественно, на меня ложилась еще ответственность, это регистрация всех участников, да, собрать команду, которую нужно будет зарегистрировать. Надо было забывать еще и о том, что как лидер молодежи по региону, мне пришлось продавать билеты, оповещать всю молодежь, все церкви, со всеми разговаривать, встречаться и говорить, напоминать о том, что эта конференция будет, приглашать всех участников. Что из всего этого было самое трудное на этой конференции? Самое трудное – это достучаться до людей, чтобы они вовремя подали в свои списки, вовремя зарегистрировались, вовремя купили билеты. Это всегда сложно. Кто самые пунктуальные были? Кто самые пунктуальные? Наверное, хористы. Потому что они били на месте? Потому что они здесь репетировали каждую неделю. Их было легче все найти. Да, хорошо. Была такая большая проблема или молитвенная нужда, и Бог каким-то обычным образом ответил на это? Если помнишь такой случай. Ну, наверное, каждый день Бог помогает. Интереснее всего было тогда, когда мы во вторник, мы начали во вторник подготовку, за два дня до конференции, конкретно здание. Когда мы во вторник пришли сюда вдвоем, когда планировали около 10 человек командой, в течение дня подходили, да еще потом нам позвонили о том, что одна машина сломалась, которая должна была все нам довозить. Но это было сложно. Нужно было испытать это все, потому что мы представляем, что впереди времени так осталось много, нам очень много работы, у нас не так много людей, и еще и сломалась машина, которая должна была привозить стулья, палатки, столы и все остальное. Это все нужно было готовить, это нужно было разносить. Мы понимали, что здесь было тяжело, но слава Богу, мы этот вопрос решили. То есть Господь помог, появились братья с другими транспортными средствами. Ты как домашний всегда пропускаешь, почти все пробуги и все темы, они проходят как-то мимо тебя. Я всегда говорю, что я нахожусь в той части, где просто подают патроны. Такие люди тоже нужны, такие не видны, но это не страшно. Скажи, пожалуйста, где и когда ты разряжаешь свои батарейки? Наверное, разряжать батарейки, заряжать я их буду уже после конференции. После конференции. Хорошо, специально для тебя приготовим пакет с материалами, чтобы ты слушал их дома. Скажи, пожалуйста, как лидер молодежи Кишиневского региона, важна для нас эта тема? Мне кажется, она важна не только для Кишинева, для всей Молдовы, для всей молодежи, для всех, наверное, христиан, посвящение и верность. Я всегда говорю, что это первый вопрос, наверное, вопрос посвящения. Мне кажется, что я, наверное, не один из многих, которые делю для себя, так было в моей жизни, и я так учу всегда, что есть два-три момента в жизни христианина. Это покаяние, происходит момент посвящения, происходит момент крещения. Вот очень часто люди соединяют и говорят покаяние, посвящение — это один день. Я всегда это разделяю. Некоторым людям нужны годы, чтобы понять своё посвящение к тому реальному служению. Вопрос верности — это второй вопрос, это процесс жизни. Как быть верным до конца? Как пройти весь путь, не ошибиться? Вопрос посвятить себя на служение и не оглядываться назад. Вопрос верности — вот это как раз не оглядываться назад. Вот как пройти этот путь? Да, мы сегодня говорим и призываем молодёжь, молодёжь, которая придёт, мы верим в то, что это изменит жизнь многих, что они посвятят себя на служение и что они смогут преодолеть свой путь до конца, не оглядываясь, не поворачиваясь назад. Это важный момент в жизни любого христианина. В прошлый раз было очень трудно, потому что в зале не поместилось, и молодёжь всегда была вокруг церкви, и сейчас тоже почти такая ситуация, но не такая большая. Как чувствуешь ты, как координатор, который всё видит, всё, что за залом, как чувствуется молодёжь на этой конференции, и как они восприняли вот эту тему и всё, что проповедовалось наверху? Ну, люди всегда приезжают разные. Приезжают те, которые просто надо признавать, это проблема, которые просто на самом деле приехали ради общения, удовольствия увидеть Кишинёв, погулять и так далее, и тому подобное. Поэтому во дворе, как правило, мы видим таких людей, потому что те, которые пришли послушать, реально, они находятся в зале, они найдут своё место, они всегда найдут место в зале, в проходе, они будут стоять у двери, они будут слушать. Как правило, да, то, что происходит во дворе, сказать, что молодёжь изменилась сильно за годы, которые были, ну, мне кажется, нет, молодёжь всегда нуждается в том, чтобы получить спасение. У каждого из них есть какие-то вопросы, которые они хотят получить, ответы на эти вопросы. Та тема, которая предложена была, она, мне кажется, очень актуальна сегодня для всех, всей молодёжи. и мы пытаемся во дворе достучаться до них, сказать, что проходите. Я верю, я верю в то, что каждый, кто пришёл на конференцию, он сможет взять для себя что-то. Ну, вот видя их во дворе, ты можешь больше услышать их впечатления, как они реагируют на то, что слышали, какие у них отзывы от этой конференции. Если поговорил с ними, не знаю. Я, наверное, не говорил конкретно с каждым. Я знаю так, по нашей молодёжи у нас есть некоторые такие, которые хорошо конспектируют долго. Я уже читал эти конспекты некоторых проповедей, которых мне не удалось услышать. Я надеюсь, что я смогу услышать видео. Но я уже видел такие краткие планы, конспекты, ребят, которые вот из молодёжи уже церкви нашей, церкви, церкви Вифиль, которые показывали. И видно, что молодёжь интересуется, видно, что это важно, это интересно, это было для них назидательно на самом деле. То, что я успеваю увидеть. Знаешь число, сколько молодёжь из Кишинёвского региона присутствует здесь на конференции? Из Кишинёвского региона более точное количество, ну, около 350. Какие ближайшие мероприятия на уровне нашего региона впереди? Что планируешь? Планировать будем вначале отдыхать. Давай, говори. Что у нас? Ну, что касается близкого такого, ну, мы в нашей церкви организовываем библейский конкурс, который приглашаем в церкви Кишинёва. Это среди русских церквей будет уже около 8 команд дала заявки на этот библейский конкурс. Это то, что будет 19 марта. Это будет самое ближайшее. Мы приглашаем из других городов, из Кишинёва, из русских церквей всех желающих участвовать в этом библейском конкурсе 19 марта по книге Евангелия Теана. Это то, что касается вот самого, наверное, ближайшего. Хорошо. Скажи молитвенные нужды для Кишинёвского региона, молодёжи. Ну, мне кажется, как и везде, не только Кишинёвский регион. Город, наверное, страдает больше всего от тех соблазнов 21 века, соблазнов этого мира и всего остального. Молиться нужно за духовное состояние молодёжи в целом. Молиться нужно за то, чтобы вот эта тема, которая была сейчас, да, посвящение верности, что она на самом деле коснулась, она на самом деле изменяла сердца людей, сердца молодёжи в церквях, чтобы те, которые, возможно, не было на конференции, они могли услышать о тех, кто были, да, чтобы это могло распространиться дальше. Это важный момент. Молиться нужно в город. Всегда, наверное, больше всего вот есть такое, как нагнетает, да, вся эта атмосфера вокруг, городская жизнь, суета, учёба, работа. Вся молодёжь, которая находится здесь, она постоянно находится в быстром движении. Это немножко сложнее. И чтобы вот молодёжь не забывала вот это посвящение, не забывала верность Богу и искала общение с Богом. У нас много всего, да, в кишине, много церквей, различных церквей, где можно найти и служение, можно найти, и успокоение для своей души, можно найти и покой, радость, мир, дружбу, общение и так далее и тому подобное. По различным, можно так сказать, да, спектрам хобби, музыки, там, кто чем занимается, кто что имеет, он может всегда найти своих, себя, да, в многих церквях, нужно только желание. Так как брат Верил Юга призвал нас сегодня, чтобы мы молились за наших лидеров, можно узнать твои, личные твои, молитвенные нужны от тебе, о твоём служении, о твоей семье, может быть, чтобы мы, молодёжь Кишинёва, молились за тебя? Ну, я обычно не люблю много говорить про это, по этому поводу. Молиться, конечно, есть за что. Я заканчиваю учёбу, да, ну, не совсем ещё заканчиваю, в Одесской областной семинаре, на магистратуре, начинаю писать дипломную работу, для этого мне даётся полтора года, где-то приблизительно, поэтому это важный момент, я встал на этот путь, я должен его закончить, это важно для служения, я хотел бы, чтобы молились за это, обязательно молились. Молились за семью, да, наверное, моей жене сложнее всего, если я нахожусь в той части, где подают патроны, то она, наверное, ещё дальше, да, поддерживает дома, они видят, и молиться также за неё, за её здоровье, мы ждём второго ребёнка, ещё пока не знаем, кого, поэтому это тоже важный момент в нашей жизни, да, мы также молимся и об этом. Молиться за семью, молиться за служение, то служение, которое есть, и молиться, ну, мне кажется, как всегда, и везде, любой служитель, это огромная проблема, наверное, в работе, в финансовом плане, да, хочется и работать, ну, не хочется, а надо, потому что надо содержать семью, но хочется служить. и вот как совместить это две, чтобы не страдала семья и не страдала служение. Наверное, это очень сложно. И когда еще есть учеба, работа, семья, служение, вот как все правильно расставить, как сделать все правильно, и чтобы не страдало ничего, вот это очень сложно. За это нужно молиться на самом деле, чтобы Господь помогал в этом. Потому что очень редко тебя слушаем в проповеди, дай нам слово. Твое желание, пожелание для молодежи из Кишинева или не только для Кишинева, для всей Молдовы? Если пожелание для всей Кишинева и всей Молдовы, если кратко сказать, я всегда говорил, вот в этом году, я не буду отходить от темы посвящения верности, это весь год нашего всего союза, эти два слова, очень важных слов. И мое пожелание, это на самом деле, чтобы каждый член нашей церкви, молодой брат, сестра, взрослый, старый, неважно, нашли то посвящение Богу и следили за верностью. Очень важно, я, прошлая конференция, два года назад, это текст, который я на всю жизнь запомнил, и до этого, в принципе, до конференции, до 2014 года, это «Сек гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это так, как девиз всегда был в моей жизни. Важно служить, важно стоять до конца, важно постоянно бодрствовать, и важно держать то, что Господь дал, дабы кто не восхитил. Мы можем по-разному говорить, но вот чтобы никто не украл это, чтобы это все осталось до конца, чтобы, представ перед Богом, мне было стыдно, чтобы, представ перед Богом, мы могли дать отчет, и чтобы мы могли получить ту награду, которую Господь приготовил для каждого из нас. Спасибо тебе большое, хорошего дня.